Здравствуйте, Андрей Николаевич. Виталий Александрович, все обсуждают формулу штаммайра. Можете мне объяснить на пальцах, по-простому, что это за хрень? Ну, расскажите, как вы ее сами понимаете. Не, ну я понимаю так, что вроде бы на словах все хорошо, какие-то процессы идут, но я лично против особого статуса, потому что я понимаю, что если сегодня дать Донбассу особый статус, ну, мне как украинцу, понятно, что завтра его попросит Одесса и Львов, и мы страну вообще не соберем. Андрей Николаевич, ну вы должны понимать простую вещь. Война, а вернее, ни войны, ни мира, это очень выгодная штука. Все предели, все в тонусе. Переговорные группы имитируют бурную деятельность. Контрабас идет. Куча народу востребована как, сука, спасителя отечества. И вот все чувствуют, что минские соглашения выдыхаются. И скоро что-то надо будет менять. Слово «менять» для адаптантов – это синоним слова «пипец». Поэтому придумана формула Штанмайера, которая должна продлить это состояние ни войны, ни мира. Особый статус означает, что и там, и там останется старая система управления. Но в принципе не поменяется ничего. И долго эта хрень будет продолжаться? Пока не созреют условия смены управления в Киеве. А тогда страну таки придется собирать целиком. Еще один вопрос. Я на прошлой неделе выпустил фильм о прокси-войне по договорняку на Донбассе. Ну и в социальных сетях началось. Там на вентилятор набрасывают и на меня, и на Громова. Я про Громова в открытых источниках информации набрал. Но неужели люди не понимают, что это договорняк? Неужели они там изображают дурака? Ну реально там не хватает извилин. На Громова гонят те, кому он не давал мародерить. Виталий Александрович, я бы взял бы с удовольствием интервью у Громова. Но у меня нет контактов, я с ним еще не контактировал. Так я вам скину телефон, позвоните-то, договоритесь. Хорошо, спасибо. Владимир, здравствуйте. Я на прошлой неделе выпустил фильм про прокси-война в событиях на Донбассе. Ну и в ответах, в комментариях участники событий с нашей стороны всячески понижают вашу роль и говорят, что вас там не стояло. Что это происходит? Это вполне нормально. Если не знают о моей работе, то это означает, что я не допустил огласки даже косвенным путем. Но и потом кто говорит, и наши ли это наши? Ведь есть такие наши, которые нам совсем не наши. Ну и второй вопрос. Все обсуждают формулу Штонмайера. Можете мне объяснить со своей точки зрения, что это такое? Переговорная группа, формула. Что она означает на самом деле? Формула Штонмайера – это, прежде всего, попытка реанимировать Минские соглашения. Ну и это продолжение войны. Ведь сам Штонмайер однажды уже гарантировал мерное урегулирование. Если мы знаем, то этот документ не прожил и одного дня. Это о судьбе Януковича. А если для справки, то соглашение об урегулировании политического кризиса в феврале 2014 года Тогда подписывали президент Украины Янукович. И если не изменяет память лидеры оппозиции – Виталий Кличко, Яценюк и, по-моему, Педнебок. Ну и гарантом сделки тогда выступил именно Штонмайер. Поэтому тут, как говорится, ответ лежит на поверхности. Понятно. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok